эмили нет и всем привет я не эмили и не в париже что то я с грустной нотки начала я надя и я в латвии по моему положение не изменилось в общем теперь я с челкой и я скорее всего думаю вы хотите понять почему есть челка я неудачно сходила в парикмахерскую я хотела такую лесенку себе но меня подстрелили очень неудачно очень некрасиво и я пришла домой чуточку расстроилась дела ножницы и обрезала себе челку но сегодня я не об этом хочу с вами поговорить я забыла свой стакан ой здрасте смотрите кто это такой не буду драться мое утро началось прекрасно я сделала себе чашечку ароматного кофе в новой крошке которую я уже безумно люблю даже здесь на крошке написано идеально поэтому утро было идеально и потом мне позвонил крестный сказал вот ты сидела с моей собакой месяц потому что я была в отъезде я тебе привез подарочную карту в книжный и этот день стал самым идеальным мы пошли в книжный накупились книгами сейчас передо мной 12 книг за которые я заплатила 3 евро потому что была скидка так еще и подарочная карта я безумная счастлива хочу разделить это счастье с вами поэтому давайте скорее приступим книгам вы тоже кстати берите чайок чего-нибудь вкусненькое накрываемся пледиком и начинаем слушать про разные книги вдруг что-то вам понравится и вы тоже себе это возьмете я хочу начать с лагом потому что у меня на полке есть книга как жить по-датски хюге у меня есть книга потому как живут во франции люди и мне не хватало швеции я очень давно хотела себе купить эту книгу только что я распечатала ох я кстати не обратил а ну она была запечатана поэтому в книжном я не могла обратить мне очень интересная обложка она такая объемная очень классно как будто вот дерево мне уже очень нравится и мне очень нравится этот голубой оттенок в общем лагом это вот такое обозначение счастливой жизни в швеции как примеру хюге обозначение в дании и вот я читала книгу раньше я думала что хюге это обозначение вот предрождественской суеты как они наслаждаются ей но оказалось что нет по хюге они живут круглый год и также лагом это тоже как все это и живут круглый год равновесие гармония красота достаток шведские секреты счастливой жизни счастливой жизни мне не хватает поэтому я очень сильно хотела себе эту книгу ой как красиво мама ребят какие иллюстрации да она сейчас достойный конкурент французской книги вау это очень красиво очень красиво вау мне уже очень-очень-очень нравится лучше всего иметь столько сколько необходимо понятно запоминаем ребята и запоминаем какая красивая эти иллюстрации они очень-очень нравится они такие знаете такие домашние это очень попробуйте напиток из бузины кстати у нас на даче растет бузина мы с мамой все спорим я утверждаю что это бузина она утверждает что это калина по моему это бузина не верьте моей маме и недавно узнала была на очень таком классном стриме все вот мы стали обсуждать я не вела этот стрим если что это не мой стрим вы ничего не пропустили это было другой блогерша смотрела этот стрим и стали рассказывать про разные как по весне собирают молодые розы делать из них варенье зашла тема про бузину и я узнала что можно делать варенье только из черной бузины а красный ядовитый ни в коем случае делать не стоит а вот из черной бузины получается невероятно цветочный джем то есть он на вкус как будто цветы где-то погуляешь по полю и вот этот аромат цветов вот джем получается такого аромата и такого вкуса впустите природу в дом посмотрите я открываю рандомная страницу и мне все очень 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 нравится венки по временам года мне очень нравится эта книга мне она очень нравится я ее давно хотела себе купить видела в stories у своих друзей поэтому я хотела ее себе купить но ее не было постоянно в наличии постоянно ее нужно было заказывать очень долго ждать потом не было тиража и тут вот она мне случайно попалась но она была запечатана я не могла посмотреть что там внутри если бы я знала если бы я знала что она такая красивая я бы раньше ее себе взяла лагом и здоровье все в меру а мера во всем знала бы купила бы раньше ну ладно хорошо что все-таки купила так давайте дальше что-то мы как-то очень долго про одну книгу с вами говорим но давайте про дану тарт поговорим тайная история первое почему я купила эту книгу из-за обложки потому что обложка мне напоминает сериал отчаянные домохозяйки а я безумно люблю этот сериал мне он очень сильно нравится поэтому это была первая и очень глобальная причина а потом я узнала что это детектив некий действие происходит в небольшом колледже куда приезжает студент ричард изучать древнегреческий язык новые друзья ричарда это четверо молодых людей и одна девушка которые безумно увлечены античной культурой но в один момент их дружба не выдерживает и веселой и сплоченной компании происходит убийство пытаясь через много лет осмыслить случившиеся ричард день за днем вспоминает свои студенческие годы и пытается понять что же все таки тогда произошло я вообще очень люблю детективы то есть мне очень очень нравится агата кристи но при этом мне также очень нравится артура перес реверта потому что он рассказывает про точнее потому что его детективы они с неким наклоном на реальность то есть вот фламандская доска такая картина существует в реальном мире плюс вот это вот то что он отходит к искусству он отходит всегда к науке мне очень сильно нравится а здесь у нас идет факультет по моему древней греции я очень люблю древнюю грецию вообще я очень люблю вот древний рим древнюю грецию мне правда очень сильно нравится мне интересно про это прочитать и насколько я знаю здесь будут всякие разговоры будут об этом размышлять поэтому было вопрос времени как скоро я куплю себе эту книгу а так как все таки мне дали подарочную карту все эта книга со мной не хочу с ней расставаться ну правда такая красивая обложка мне очень нравится обложка так ну давайте немножко наверное поговорим про психологию потому что это тоже очень важно роберт лихим он по моему психиатр или психотерапевт доктор психологии его книги я видела на обзорах у людей которые снимают больше про саморазвитие его самая популярная книга по моему свобода от тревоги чаще всего с нее начинают знакомство с ним но мне очень сильно понравилось название не верю всему что чувствуешь я человек который является невротиком которому очень тяжело выйти из дома и когда я мне нужно выйти из дома пойти там навстречу с кем-то мне тяжело это дается правда я начинаю нервничать мне кажется что у меня поднялась температура давление скачет это на самом деле этого нет и просто себе это все придумываю я снимаю на новую камеру я никогда я раньше не снимала на камеру экран расположен сбоку и периодично мой взгляд падает на мой экран я смотрю на себя потом вспоминаю что надо смотреть в объектив и резко смотрю в объектив простите меня мне нужно привыкнуть тому что мне надо смотреть сюда не суда сюда так туда найдет научись вот поэтому мне очень сильно понравилось потому что я стараюсь сейчас как-то немножко изучить психосоматику понимать что я себе слишком много чего придумала этого нет на самом деле то есть я пытаюсь с собой поработать в этом плане конечно это не заменит мне психотерапия но тем не менее хоть как-то я пытаюсь себе помочь и наладить свою жизнь а для этого мне нужно побороть мое тревожное расстройство которое не дает мне пойти из дома поэтому я вот все нацелено все три книги роберта лихи прочитать пока что не могу дать однозначного ответы по всем этим книгам не могу сказать хорошие они или нет все что я знаю о них это только о чем эти книги я и хотела давно у них хорошие рецензии но понравится лично мне еще не факт следующая книга относится к моей технической литературе сейчас я активно читаю книги по тому как правильно снимать красиво снимать и также я считаю что на ю тубе немаловажно это красиво говорить поэтому я купила себе книгу говори красиво и уверенно постановка голоса и речи эту книгу я видела один раз как мужчина какой-то брал ее в книжном чуть-чуть чуть-чуть иногда поглядываю я что кто берет и когда я увидела ее в рекомендованных потому что я очень часто у себя в пинтересте сохраняю книги которые хочу прочитать найти и так из-за этого собственно у меня и теперь понимаете зачем мне нужна эта книга надя научись говорить пожалуйста да особенно мои а которые потом вырезаются на монтаже очень очень долго я хотела опять сказать я в общем так как я занимаюсь youtube очень важно красиво грамотно говорить поэтому было собственно понятно что я куплю себе эту книгу она тонкая но техническую литературу нужно читать долго понятно делать рисовать условно на ней рисовать писать на полях делать какие-то отметки подчеркивать без этого всего информация не будет усвоена а собственно книга-то мне нужна чтобы усвоить информацию мне сейчас еще идет вторая книга как по-моему она называется как красиво снимать и еще мне пришла во время монтажа еще одна книга открываем господа открываем ну ты готов? ты готов? да ты готов? да какая она симпотная это та книга которая начала я читать в электронном виде наконец то вы дождетесь хорошего качества видео тогда так вот так ты умник идите сюда Ты и не мог не пошутить. Ты знаешь, я не знаю. Не, ну слушай, такой электронный вообще ангрел. Да, да, такой надо только... Столько иллюстраций всяких. Планируйте с монтажным листом. Хорошо, что не с монтажной пеной. Когда нужен сценарий. Он не всегда нужен. Но я все равно по этому говорю. Короче, да. Знайте свою публику. Ребят, я знаю вас. Моментальное творчество. Ой, что это мне тут еще положили. А, счет. Это не важно. В общем, да. Книга для тех, кто мечтает снимать видео. Я начала ее читать в электронном виде, потому что у нас нигде она не продается, только под заказ. И я поняла, что читать литературу, в которой тебе действительно нужна информация для твоей работы, твоего деятельства, хобби, неважно чего, читать в электронном виде, это просто... Такие слова нельзя говорить на ютубе. Это очень неправильно. Это очень неправильно. Нужно над книгой, грубо говоря, издеваться. Только так будет усвоена информация. Я начала читать, и я понимаю, что где-то на пятой главе, что мне нужно вернуться на первую главу. Естественно, я не могу это найти. Лучше, если бы это было подчеркнуто. Поэтому эту книгу я жду. Над этой книгой в ближайшее время я буду издеваться. Условно издеваться. То есть мне нужна отсюда информация. Но здесь я уже вижу, что здесь очень много полей для... Не знаю, видно вам или нет. Здесь очень много полей, чтобы записывать, делать заметки. Мне это уже очень сильно нравится. А еще мне очень нравится, что здесь есть задание. Мне кажется, это очень важно. Поэтому я думаю, что это хорошая книга. Все-таки очень много людей говорят про нее. Поэтому я решила взять ее. О, кстати, Стивен Кинг. Я не планировала читать Стивена Кинга. Все-таки последнее произведение, которое я прочитала, это у нас был Билли Саммерс. Прекраснейшее произведение. Нравится мне всем сердцем. Всем друзьям своим я сказала о том, что если вы не прочитаете, я от вас откажусь. Просто у меня в основном друзья фанаты Стивена Кинга. И они постоянно меня подбивали читать его. А тут я такая, ребята, это прекрасное произведение. А ну-ка, читайте. Вот в один момент у меня друг стоял в книжном и такой, думаю, какую книгу Стивена Кинга взять. У него много новых вышло. Ну, не знаю, какую. Я просто такая, Билли Саммерс. Да, читай. Он ее купил, кстати. Ты прочитал ее? Я жду ответа. Вот. И, значит, может, такой все. Я хочу Стивена Кинга. Надо пополнять коллекцию. Ему же мало Стивена Кинга, которая у нас есть. И он мне протягивает эту книгу. Честно скажу, обложка мне не очень сильно нравится. Я бы, скорее всего, на нее не обратила внимание. И он просто такой, ну, он знает, он увидел, по моему выражению лица, что обложка мне не очень. Он просто такой, типа, обложка была повернута ко мне. Он такой, ознакомься и скажи, что ты думаешь. Я ознакомилась и такая, берем. Ой, это очень интересно. Давай, 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 давай. Это книга о женщине Розе, которая 14 лет провела замужем за тираном. Но в один прекрасный день она решила, что с нее хватит. Муж, конечно же, считал иначе. Он преследовал ее, изматывал. И тогда Розе, спасая свою жизнь, ушла в воображаемый мир, где стала совсем другой женщиной. Но дело в том, что погоня продолжалась. Она еще думала над другой. Я сказала, что вот да, две книги с очень интересным содержанием. Но выиграла эта книга, потому что я ее открыла. Первую страницу я прочитала буквально за минуту. И меня уже она поглотила. Уже пошли мурашки по коже. Уже интересно, что там дальше. Поэтому я сказала, слушай, давай ее возьмем. Он такой взял, прочитал первую страницу, такой, ее. Ее берем. И мы ее взяли. Мне кажется, будет очень интересно. Ну, Стивен Кинг пишет хорошо, никто не может с этим не согласиться. Да, иногда он сливает концовки, там, под куполом, к примеру, или мобильник. Но в основном Стивен Кинг пишет хорошо. Поэтому претензий к нему нет. И еще одна его книжка. У нас его книжек слишком много. Хотя может ли быть книг слишком много, кстати? Правильно, не может. Вот, еще одна книга. Я говорю своему мужу. Я нашла книгу интересную, хочу ее прочитать. Я ее тоже увидела, и мне очень сильно понравилось название, потому что называется это «Да здравствует Фикус». И меня очень заинтересовала обложка. Мне она так понравилась от эксклюзивной классики. И я решила, что надо бы ее себе прикупить. Потому что мне нравятся книги, где речь идет о неудачниках писателей. Ну ладно, понятно, не об этом. А когда человеку нужно немножко поменять свои ценности, поменять взгляд на мир, начать приглядываться к мелочам, понять, что в них есть счастье. И когда олицетворение человека, который меняется, является Фикус на окне, мне кажется, это очень интересно. Это я говорю то, что я вычитала из гугла. И мне показалось, что это безумно интересно. И написал эту книгу Джордж Оре. Джордж Оре. Джордж Оре. Мне кажется, я неправильно произношу. Джордж Оре. Джордж Оре, 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 Оруэ, Оруэл, Оре. Я кину сейчас в себя эту книгу. Джордж. В общем, читайте. Этот писатель написал... Этот писатель написал... Простите. Джордж. Я не могу произнести имя. Нет, фамилию. Я не могу произнести его фамилию. Он написал книгу, по-моему, 1984 или 1084. Эта книга мне не интересна. Я не особо люблю такую литературу. У нас целых два издания этого произведения. Первое — эксклюзивные классики. Второе — иллюстрированное. Потому что мой муж очень сильно любит эту книгу. И когда он узнал, что я хочу книгу от этого писателя, он такой... Что? Серьезно? Серьезно? Так. Мы идем в книжный. Вот. Я безумно был рад. Здесь... Я собираю сейчас коллекцию ярких страниц, потому что мне очень сильно нравится в них цена. Мне правда очень нравится цена. Мне очень нравится минималистичный стиль. Поэтому я сейчас активно я себе ее собираю. Стоит так же, как эксклюзивная классика, только в твердой обложке. Значит, автоматически книга продолжит мне... Автоматически книга прослужит мне дольше. Продолжит? Я соединила прослужит и дольше. И у меня... Я соединила два слова, у меня появилось должен. Номер два я кину в себя эту книгу. Продолжит. Прослужит дольше. Продолжит. Таинственный сад так же. У нас сейчас будет три книги под яркими страницами. Таинственный сад тоже видела, как советовал блогер. Меня очень сильно заинтересовало. Здесь история про маленькую девочку. Она приезжает из Индии обратно в Англию к своему дяде жить. И, конечно, ребенок, который становится сиротой в таком возрасте. Понятно, что есть мысли, что его все бросили, он никому не нужен, его никто не любит. В общем, девочка находится в таком... Не в очень хорошем состоянии. Оно понятно. И находит таинственный заброшенный сад. А мне такие истории уже нравятся. И я слышала о том, что эта книга, она очень тонкая, она читается быстро, и многие на нее смотрят как больше на детский рассказ, хотя на самом деле в себе таит она очень много жутких загадок, философии, и поэтому меня такое тоже очень сильно интересует. и я подумала, что она мне нужна, и я хочу ее прочитать. Особенно, мне кажется, ее будет идеально читать в период весна-лето. Возможно, у вас также у меня есть книги, которые... Вот я могу читать только в определенное время года. То есть, недавно я закончила читать книгу, и муж мне говорит, ну, давай, бери что-то новое, пойдем читать. Я такая, так, это я читала, это я читала, это я читала. Так. Мне нечего читать. И он такой, ну, хорошо, есть книги, которые ты не читала? Я говорю, ну, да, вот. Вот тут книги, которые не читала. Возьми эту. Нет, это зимой читается. Возьми эту. Нет, это только осенью. Муж был в шоке, он не знал, что у меня есть такое книгам. Поэтому, когда мы пошли с ним в книжный магазин, он такой, ты взяла что-то на весну? Я говорю, да, взяла весна-лето. Он такой, весна. Я такая, весна-лето. Автоматически читается. Поэтому жду, книгам, ну, у меня сейчас техническая литература. Мне нечего читать. Так, и дальше у нас идет Джек Лондон. Джек Лондону я доверяю. Здесь, я его, в принципе, взяла, потому что мы думали, что бы еще докупить, что бы уже все снять с подарочной карты. Иначе она, ну, ну, если подарочная карта, там, условно, на 20 евро, ты купил что-то на 5, 15 евро, и у тебя сгорают. Очень странная политика, но она есть. И поэтому нужно было добрать, и мы решили, я решила взять Джека Лондона, я его увидела, а ему я доверяю. Мне очень сильно нравится Белый Клык. В принципе, именно с этой книги я и начался мой читательский путь. Нужно было прочитать какую-то книгу в третьем классе на экзамены, то ли третий, то ли шестой класс на экзамены. И Белый Клык просто вот я выбрала сама, не знаю почему, по-моему, мне просто обложка понравилась, я прочитала за три дня Белый Клык, я тянула до последнего, у нас был год на прочтение книги, я не хотела читать, и за три дня до экзамена я такая, а, книгу надо было прочитать, да? И я за три дня осилила Белый Клык, и мне правда очень сильно понравилось, поэтому я решила, что нужно, и еще помимо Белого Клыка я знакома с Джеком Лондоном, произведение, блин, я не помню, там тоже имя, у меня когда, если в названии книг идет имя и фамилия человека, я не запомню название книги, никогда, я только Белли Саммер запомнила, только потому, что очень часто о нем говорила, это единственная книга, где я запомнила, в общем, и я решила взять «Маленькая хозяйка большого дома», я не знаю, о чем эта книга, просто я доверяю Джеку Лондону и надеюсь, что мне очень сильно понравилась эта книга, о, кстати, вот есть такая вещь, как звук новой книги, вот, слушайтесь, но он не такой сильный, потому что я ее все равно открывала, но вот есть этот звук, и он мне так сильно нравится, он прям мурашки у меня по коже вызывает, наверное, да, даже мне было тяжело услышать, чтобы микрофон уловил этот звук, не факт, но вот есть этот звук, который вызывает у меня правда мурашки по коже, также помимо книжного, сегодня, я делала заказ в интернет-магазине, в общем, мне мама позвонила и говорит, слушай, ты бы не могла заказать книги на дачу, по тематике дач, очень сильно нужна, нашла три хорошие книги, закажи, пожалуйста, ну, конечно, мам, без проблем, закажи, и тут, значит, мне пишут, все, ваш заказ пришел, я иду в Омниво его забирать, получаю пакетик, я думаю, может, что-то с Алиэкспресса пришло, но это же не могут быть книги, я читаю, написано книжный, три книги, три книги, я когда пришла домой и раскрыла эти три книги, я чуть со смеху не упала, три книги, это три буклета, я звоню маме и говорю, твои три книги пришли, иди читай, три книги, долго читать будешь, муж такой, так, стоп, сколько ты заплатила, я говорю, ну, за три книги шесть евро получилось, и он такой, ну, а что ты хотела за такие деньги, я говорю, я снежного короля купила за два евро, а это книга из четырех рассказов, толстая книга, это буклеты, это буклеты, здесь получаются высокие грядки, секреты идеального газона, безупречный газон своими руками, читать будем очень долго, что они там, опять, а, 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 вася зевая, она еще не проснулась, вот только посмотрите на этих, а, здрасте, что-то задумали уже, не лежи книги, это буклеты, а не книги, это книги, три книги, это буклеты, книги, три, три, книги, всем ли меня видно, всем ли меня слышно, это была отсылка к кадру из Гарри Поттер, Микки, не соизволите ли вы немножко освободить пространство, как вот у вас, у видеоблогеров интересно, а, прям так чильненько, ярко, и миленько, зулучка, а, вася, кто захочет, вася, иди сюда, там нет выбора, гудди-гудди-гудди-гудди-гудди-гудди-гудди, ну, если ты сразу, любавная любовь, ты-да-да-да, любавная любовь, ну, что, про все книжки рассказала, Да. Прямо про всем? Да. А что ты про эту рассказала? А я в ней ничего не знаю. Я сказала, что это язык программирования. Ты мне уже за кадром влепил этой книгой по лицу. А эту книжку я взял себе. Она не про язык программирования, если что. Да, она про операционную систему. Linux называется. Все очень понятно. Да. И она вот такая. Жена набрала себе... Сколько ты сказала? 11? Всего их 12, да? Да, получается 11. Нет, это три общих. Это манга. Ну, подожди. Здесь и... Ну, я условно. Условно. Оруэл. 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 Здесь, между прочим, Тайная история. Стивен Кинг. Тут это общее. Практически все. А тут все книги, которые... Вот у меня тут лежат. Дай. И что тебе надо? Это? Ты хочешь меня ударить этой книгой? Не-не, я просто буду ее рядышком держать. Джордж, что? Я не расслышал. Что? 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 Джордж, что? А? А я уже про эту книгу сделала обзор. Да? Да. Ладно. Я ее еще подловлю. Все нормально. Так вот. Оруэл. Да. Значит, включаем математику. Третий класс. Всего 12 книг, минус это, это 11, минус 3 волчица. Итого 8 книг взяла себе моя любимая жена, и я себе одну вот такенную стоит она примерно так же. Сколько и все мои 11? Ладно. Ну, примерно, да. Вот так вот выглядят лица людей, не скрывая свое прекрасное лицо, которые могут за 15 минут в книжном магазине спустить 168 евро. Да, мы надеялись то, что... Ну, как надеялись? Мы предполагали то, что наш поход на такую сумму подарочную будет как минимум час, но примерно через минут... 15? Нет, даже 10. Через минут... Где-то к минуте седьмой у нас корзина была уже на 120 евро. Мы такие, ужас. Ну, потому что мы заранее искали, конечно, в том числе книги. Не, ну еще немалую роль сыграла она. Ну, да. Я ее взял не то, что сказать, что я ее взял для общего развития за 53 минуты. Я взяла эту книгу для легкого чтения. Вот эта, легкая. Ну так, на досуге почитать. Нет, она мне действительно нужна, я хочу повышать свои профессиональные навыки, поэтому было решено взять ее. После этого я понял, что никакой книги я именно вот себе лично не возьму. Мне просто жалко. Который, знаешь, допустим, только мне будет. Моя техническая литература. Цена моей технической литературы. Видно? В общем, да. Цена различной... Бей. Дальше. Еще раз. Цена нашей технической литературы. Моя чуточку подешевле будет. Чуточку. Да, и в этом все проблемы, на самом деле. То, что технические литературы по IT, они стоят, ну, вот так вот, примерно. Я говорю, пиши книги по IT. Нахрен ты работаешь в IT? Пиши книги. Я сам не понимаю. Там была еще одна книга, которая мне более-менее интересна. Она вот по толщине, как две вот этих, да, но стоит тоже 42 евро, между прочим. Самая-самая моя дорогая книга по технической литературе, которая мне сейчас идет, стоит 13 евро. Это самая дорогая моя любительная книга. Причем это только начало. Нет таких для видеоблога. Ну, для фотографий мы брали, но... 40 евро, да, ладно. Фотографией так и не занялась. Да, так что у нас очень много теперь, что есть почитать, поэтому ждите видео о том, как мы все это прочитаем, и отзывы. Ну, отзывы насчет этой не ждите, потому что я закончу ее не скоро, очень не скоро. А что искупленного ты вообще неешь читать? Искупленного? Вот так будет, что искупленного? Да, сейчас у меня очень много чего из того, что у нас уже было. Это Гарри Поттер, которого я сейчас все еще активно читаю. Дальше я думаю Хроники Нармии. Мне интересно в бумажном варианте. Что там было еще? По-моему, Ведьмак. Ведьмак это 8. Я прошел игру Хогвартс Легаси, это игра про Гарри Поттера, ну, вселенная Гарри Поттера, Хогвартс, все такое, РПГ. И я в первый раз прошел именно вот РПГ игру, мне этот жанр очень понравился. И следующий жанр по РПГ, который прям напрашивается, это Ведьмак. Но я не хочу играть Ведьмака, пока не прочитаю книги, поэтому, скорее всего, после Гарри Поттера будет либо Хроники Нармии, либо Ведьмак. Но, скорее всего, мне захочется отдохнуть от серии книг, где очень-очень-очень их много, поэтому, скорее всего, это будут Хроники Нармии. А я вот это буду читать. Это я уже понял. Уж больно, мне захотелось ее. Ну, то есть, типа, вот это и вот это. Вот это. По-любому. Вот это первый. Вот ты сказала, что ты будешь начинать с технической. Это для... Это техника, это для души. По вечерам я читаю для души. Всегда я разделяю книги. Надо, кстати, я хочу сделать видео о... Мои полезные... Привычки. Мои полезные книжные привычки. Я видела у разных блогеров такие видео. Ставь лайк, если хочешь увидеть это видео. Я видела у разных блогеров такие видео, и у них есть некоторые привычки, которые, к примеру, они показывают свои видео. Я знаю, что у меня другие есть совсем привычки, то есть, я не буду переснимать их видео, просто название возьму их. Потому что у меня есть много другие мои привычки, которые я лично сама для себя разработала, и они мне, правда, помогают читать больше и более эффективно. Вот, и одним секретиком поделюсь с вами прямо сейчас. Вечером у меня всегда, я должна прочитать 10 страниц какой-либо книги, и вечера это всегда идёт для расслабления. Потому что это всё-таки перед сном стоит читать какую-то... Не стоит читать мотивацию и техническую литературу, понимаете? В 12 часов ночи получить мотивацию... Да, ты потом не уснёшь, будешь фантазировать. Эх, вот это жизнь у меня будет. Поэтому перед сном всегда читаю какую-нибудь лёгкую историю или что-то такое максимально расслабляющее, поэтому у меня всегда классика. Не знаю, я не могу читать по 10 страниц, это лучше, чем ничего, но я если не читаю... Я если начинаю, то мне нужно как минимум страниц 40, не меньше. Вот до того момента, пока мне не станет уже плохо просто, и начнут плыть буквы. Не знаю, то, что 10 страниц почитала, меня затягивает. Нет, мы читаем всегда больше, это просто минимум 10 страниц. Но благодаря этому правилу ты, в принципе, начала читать много, потому что раньше до этого у тебя было... А с утра я под кофе, чаю, что-то такое, потому что начинать утро с TikTok это очень плохая идея, это сразу привет, тревожность. Поэтому утром я читаю вот как раз-таки мотивацию, более-таки техническую литературу, то есть получается всё равно одновременно я читаю две книги. Просто они совершенно разные по своей тематике, и поэтому утро, вечер. Депрессия. Жизнь. Да, жизнь. А видео будет называться «Полчаса, избиваем друг дрожка книгой». Да. Про что я забыла вам рассказать. Конечно же, конечно же, куда же я без манги? Без определённой манги. Потерпите, осталось пять книг, и вся коллекция будет собрана. Это «Волчица и пряности». Осталось пять книг, и всё, и всё. Будет собрана целая коллекция, потому что я не приступаю к прочтению манги, пока у меня не будет вся коллекция на руках. Вот. И, да, дорогая, к сожалению. Но это для нас с мужем очень важная манга, очень важная история. На фоне этой истории начались наши отношения, поэтому мы собираем, отдаём заработанные деньги и собираем полностью мангу. А, я вам, знаете, про что ещё не рассказала? Про Морис Меттерлинг. Вот, тоже ещё приобрела такую книгу «Жизнь пчёл и разум цветов». Мне очень сильно нравится обложка, и мне кажется, что эта книга действительно будет идеально на лето, читать её на даче, потому что этот писатель, он как раз-таки пишет про растения, он очень любит природу, он наслаждается природой и пишет про этой книги, писал про этой книги. Ну, в общем, вы понимаете, почему я. Эту книгу тоже нашла в интернете, тоже очень много хороших рецензий, многим людям она нравится, поэтому я подумала, что да. На даче, особенно на даче, мне не хочется читать электронные книги. На даче я всегда читаю бумажные книги, потому что это как некий ритуал на улице, у нас, слава богу, очень тихо, там, где находится наша дача, там нету дачи подростков, там не проходят вечеринки, там все семейные люди, все очень тихие, поэтому я всегда могу выйти вечером, лечь в гамак и насладиться очередной прекрасной книгой. И мне всегда так везло, что на даче, когда вот я брала книгу какую-то, везла её на даче, чаще всего я перед тем, как на электричку сесть, я захожу в книжный, потому что прямо вот около электрички есть книжный магазин, я захожу туда, и чаще всего я брала просто какую-то книгу, которая мне попадётся, и каждая книга, которую я брала, она была идеальна, она была интересна, мне очень нравилось читать. Это я сравниваю просто с январём, потому что январь — это просто месяц какой-то плохих книг, по моему мнению, поэтому я сейчас немного в шоке, что получалось так, что я возьму какую-то книгу, и она по-любому будет классной. И так как у меня разрядилась камера, я не успела с вами попрощаться, делаю это уже на монтаже, я вообще не представляю, как вы оселите 40 минут, мне кажется, я бы не смогла. Но надеюсь, что вам понравилось это видео, обязательно пишите комментарии, я вас очень люблю, и всем пока! Пока!